Добрый вечер! Вы смотрите информационную программу неделя в студии Георгий Плеев и в этом выпуске все главные события республики за эту неделю. Сегодня день работников дорожного хозяйства. За высокий профессионализм и ответственный подход к выполнению поставленных задач дорожников республики в их профессиональный праздник наградил президент Анатолий Бибилов. Медалями и почетными грамотами президент Анатолий Бибилов наградил работников дорожной службы. Глава государства поздравил с профессиональным праздником и отметил их работу в строительно-восстановительном процессе республики. Продолжение следует... 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 Поэт храним и памятью народа... Продолжение следует... 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 В юбилейный год по традиции представителей научных и творческих кругов за выдающиеся заслуги награждают премией Кустахи Тагурова. Она присуждается в пяти номинациях в области литературы, публицистики, остинской филологии, искусства и исторических наук. В области литературы премия была присуждена поэтессе Ольге Чихоевой за изданные книги Чихоева сообщила, что пожертвует премией сиротам из школ-интернатов республики. В номинации искусства лауреатом стала художественный руководитель Государственного оркестра народных инструментов Айзалд Нина Валиева. На соискании премии она выдвинута за музыкальную композицию в горах. В области публицистики премия была присуждена сразу двум номинантам. Заслуженному журналисту Республики Южная Осетия Роберту Кулумбегову за книгу «Южная Осетия. От прошлого к настоящему» и журналу «Фидивек». В области осинской филологии премия вручена Зарбегу Джабиеву, профессору-кандидату филологических наук. На соискании премии выдвинут за книгу «Ироновзадже фразеологон дзердуат». В номинации исторических наук премия присуждена доценту Костат Зугаеву за монографию «Понятие окна возможностей применительно к интеграционно-воссоединительному процессу Осетии». «Считаю своим долгом обратиться к нашим братьям из Абхазии. Эту награду, дорогие наши абхазские братья, защитники Абхазии, я получил не просто из рук президента, я получил ее из рук своего боевого соратника. И это, наверное, самое главное, что связывает нас и самое ценное для меня в получении этой награды сегодня». Профессор Юрий Гоглоев стал также лауреатом премии Костахи Тагурова в номинации исторических наук. Заслуженный деятель науки. Дважды лауреат государственной премии имени Костахи Тагурова на соискании премии выдвинут за сборник научных трудов «Нарты и Аланы». «Я еще раз вас спрошу поздравить еще раз Юрия Сергеевича с его юбилеем, который был буквально несколько дней назад. Премия составляет 350 тысяч рублей. В этом году на соискание претендовали 14 видных представителей научной и творческой интеллигенции Южной Осетии. Также на этой неделе почетные звания заслуженных работников образования и заслуженных учителей получили представители одной из самых благородных профессий. Президент Анатолий Бебилов в своей речи отметил, что профессиональный праздник – это еще одна возможность выразить благодарность и признательность за бескорыстный труд и преданность любимому делу. Я очень бы хотел, чтобы мы все, без разницы, сами учителя, конечно же, тоже когда-то были учителями, чтобы мы помнили наших первых учителей, чтобы ценили их, чтобы были благодарны. Благодарны мы вам не только за себя, наши дорогие учителя, благодарны мы вам за наших детей, которым вы уделяете очень много времени, на которых вы влияете, которых вы воспитываете, которым даете знать. Анатолий Бебилов на этой неделе поручил министру обороны к концу ноября текущего года выплатить пенсии военнослужащим Министерства обороны. На сегодняшний день пенсии должны получить 117 человек. Президент также поручил министру финансов Азе Хабаловой проконтролировать и предусмотреть финансовые средства на выплату военным пенсионерам части задолженностей за 2018-2019 годы. В ходе заседания Кабмин внес изменения в бюджет республики на 2019 год. Поправки связаны с увеличением объема доходов государственного бюджета за 9 месяцев текущего года. Увеличение произошло за счет налоговых поступлений и составляет более 17 миллионов рублей. Анатолий Бебилов во время встречи с зампредом правительства, министром экономического развития Геннадием Бекоевым, отметил важность изучения и проверки использования выделенных кредитов на развитие предпринимательства, сказав, что важной составляющей успешного исполнения закона должен стать контроль за реализацией проектов. В этом году предпринимателям Южной Сети выдано кредитов на сумму 25 миллионов 800 тысяч рублей. По словам Бекоева, акцент был поставлен на проекты в сфере сельского хозяйства. Президент также поручил проконтролировать ход строительства объектов, строящихся в рамках инвест-программы, которые реализуются через Минэкономразвитие. Анатолий Бебилов особо подчеркнул важность привлечения инвесторов в Южную Осетию. На этой неделе чрезвычайный полномочный посол Республики Никарагуа в Южной Осетии вручила верительные грамоты главе государства Анатолию Бебилову. Президент в ответ передал послу дружественной страны послание президенту Никарагуа. Бебилов, поздравив посла с вступлением в должность, выразил уверенность в плодотворной работе на благо народов двух стран. Альба Сусена Торрес-Мехе в свою очередь заверила, что направит все силы и возможности на решение поставленных задач по развитию тесных дружеских отношений Южной Осетии и Никарагуа. Впервые за долгие годы свою деятельность возобновит молочная кухня. Здание отремонтировано средствами благотворительного фонда «Единство Лани», учредителем которого является Анатолий Бебилов. «Здесь будет пастерилизатор. И вот здесь будет у нас упаковочная машина. Будем упаковывать уже пастерилизованное молоко в разных фасовках. В 250, в 500 литров. А лаборатория здесь у меня своя. Эспресс-диагностика, там есть предусмотренные. Мы им даем телепараметры, там кислотность, есть вода, налили туда воду, налили, вот эти высшие подказы. С разным моментом на месте. А вот уже, видите, это более полигодное, это уже через санэпидемстанцию мы будем работать, естественно. По словам Кукоева, предполагается, что помимо молока предприятие будет производить фруктовые соки и пюре. Анатолий Бебилов отметил хороший уровень проведенных ремонтных работ и попросил Сергея Кукоева представить ему смету на закупку оборудования. Также президент с министром здравоохранения и главой администрации города обсудили целесообразность оформления госзаказов для будущего предприятия. В рамках большой стройки в поселке Цзау к концу года будет построен многоквартирный дом. Семьи из списка очередников получат долгожданную крышу над головой. Подробности в репортаже Ирины Битиевой. В поселке Цзау полным ходом идет строительство трехэтажного 18-квартирного жилого корпуса. Несмотря на то, что к работам приступили весной этого года, основной объем уже выполнен. Совершенной кровельной работой строители приступили к внутренней отделке. Как вы видите, здание, корпус возведен. Штукатурные работы сделаны. Все стяжка полов сделана. Кровля. Внизу утепление полов. Все остальное. Основные, грубые работы все выполнены. Сейчас осталась тонкая ювелирная работа. Малярные работы. Шлифовка, обои и тому прочее. Вот такие, которые очень сильно задерживают всегда строители. Строительством объекта занимается местная строительная фирма «Шанс». Однако по мере необходимости к работе привлекаются и приглашенные специалисты узкого профиля. По словам прораба Ахсарбека Бязарова, на данный момент они не могут приступить к облицовочным работам фасада здания, так как не могут найти каменщиков. Сейчас надо подъезды готовить. Там надо витражи, двери ставить. Надо на леснейших площадках делать плитку. Здесь надо здание. Цокольная часть тоже должна керамогранитом. Потом два цвета кирпича, облицовки. А облицовка – это очень тонкая работа. У нас нет практически своих специалистов. И кто они есть, они заняты. Объект строится в рамках инвестпрограммы. Все работы планируют завершить к концу текущего года. На очереди за получением квартир в этой многоэтажке 400 семей. Среди них очередники, пострадавшие во время землетрясения в начале 90-х годов. Многодетные и малоимущие семьи. Специально созданная при администрации Даусского района комиссия по распределению жилья уже приступила к рассмотрению списка очередников. Глава городской администрации Алан Кучьев от имени президента Анатолия Бибилова подарил автоматизированную инвалидную коляску 87-летней жительнице Цхинвала Лидии Низяевой. На протяжении нескольких лет женщина не могла выйти из квартиры. По словам дочери Лидии Беллы Низяевой, у них не было возможности самим приобрести дорогостоящую инвалидную коляску. Семья обратилась к президенту за помощью. Просьба была услышана и уже сейчас Лидия сможет самостоятельно придвигаться по городу. Я теперь поеду, везде поеду, посмотрю свой красивый город. Какой он стал хорошим, бесподобным стал. Дай Бог здоровья нашему президенту и всем нашим людям. В следующем году правительством предусмотрен капитальный ремонт улиц в микрорайоне БАМ. Об этом в нашем следующем репортаже. Уже в 2020 году жители микрорайона БАМ будут ходить по благоустроенным улицам. К капитальному ремонту приступят уже в начале следующего года. Жители микрорайона долгие годы обращались во все профильные ведомства. За решением проблемы, однако очереди до них пока так и не дошла. Как они рассказали, уже и не верится, что больше не придется ходить по лужам. Мы уже и не надеемся, что проблема решится. Вы бы видели, что здесь творится в дождливую погоду. Элементарно не можем дойти до детского сада. Невозможно выйти и прогуляться с маленькими детьми на колясках. Столько лет мы мучаемся. Городские власти по мере возможности старались решить проблему. Проводили ямочный ремонт, выравнивали и обсыпали щебнем. Однако сразу же после проливного дождя их просто смывало. В столичной администрации отметили, возможности капитально отремонтировать улицы в микрорайоне у них не было. В 2020 году в рамках инвестпрограммы будет благоустроен микрорайон БАМ. Администрация города Схинвал была в курсе всех проблем по благоустройству в этом районе. Но не было средств и возможностей, чтобы капитально благоустроить микрорайон. Но сейчас район внесли в инвестпрограмму и в следующем году будет благоустроен микрорайон. За последние годы благоустройству столичных улиц уделяется особое внимание. Только в этом году в эксплуатацию будет сдано 8 улиц. Можно с уверенностью сказать, в ближайшем будущем в городе не останется ни одной неблагоустроенной улицы. По-другому и не могло быть. Солисты госансамбля СИМ Денал Санакоев и Алана Бязрова вернулись из Чеченской республики с наградами. Они стали лауреатами первой степени международного фестиваля. Солисты госансамбля СИМ Денал Санакоева и Алана Бязрова заняли первое место на фестивале танца имени Махмуда Самбаева. Участники от нашей республики представили два номера в номинации «Парный танец» и покорили жюри, в состав которого вошли известные хореографы, высокопрофильные специалисты и видные деятели искусства. «Танцевали мы плавный танец, второй танец мы работали, яландский танец, отработали мы все довольно-таки хорошо, в принципе, с собой довольны, главное, что довольны худрук». В фестивале приняли участие более 60 профессиональных танцоров. В своих выступлениях каждый на сцене выкладывался в полную силу. Все они пытались продемонстрировать свою культуру и мастерство в танце. «В принципе, конкуренция была большая и хорошая, но мы справились, и наши ожидания оправдались». «Публика встречала очень хорошо, приняли нас тоже хорошо, в принципе, грозный радушный город». «На сцену к нам поднялся глава Чеченской республики и министр культуры, нас поздравляли». У солистов госансамбля «Симт» практически не было возможности подготовиться к фестивалю. Их пригласили за две недели до старта. Был жесткий отбор, но они выступили блестяще и вернулись с победой. Директор госансамбля выразила благодарность президенту республики Анатолию Бибилову за всестороннюю помощь и поддержку. «Мы приобрели новое балетное покрытие при поддержке президента республики Анатолия Ильича Бибилова. Спасибо ему большое за новый автотранспорт, за новое долгожданное балетное покрытие. Мы очень много лет добивались этого. И, наконец-то, да, оно у нас есть». Уже сегодня мы застали ребят на репетиции. Ансамбль готовит новую программу, которую скоро увидит зритель. Марьяна Чочиева, Агунда Губозова, Александр Кукоев, Заримар, Соева. Специально для программы «Неделя». Творческие коллективы городской администрации приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею Коста Хитагорова, которые проходили в селе Лаба Карачаева Черкесской республики. В мероприятии приняли участие детский хореографический ансамбль «Ирон» под руководством Диана Хугаева и вокальная группа «Буламер», заслуженный артист Южной Осетии Атсама Сланов и заслуженный деятель искусств республики Жанетта Гагиева. Мне очень приятно, что сегодня здесь мы собрались вспомнить его и, наверное, будет очень правильно, если мы по его праздникам, по его стихам будем собираться и радоваться друг другу. На этой неделе на сцене Госдрамтеатра имени Коста Хитагорова состоялась главная театральная премьера осени в Хартахасана. Драма поставлена по мотивам одноименной повести Александра Кубалова. Режиссер постановщик спектакля «Заслуженный деятель искусств Северной Осетии» Роза Бекоева, сценограф народных художников Южной Осетии Российской Федерации Магрес Келихсаев. Премьера прошла при полном аншлаге. История непростых судеб, опрокинутых в неравной борьбе с жизнью, не оставила равнодушным никого. На этом воскресный информационный блок новостей завершает свою работу. Всего вам доброго и до свидания.